Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GbyG. Смотрим Сашину игру. Проходить он будет Токио. Первый это объективно очень сложная карта для команды, для соло прохождения играть. Он будет на Истребителе. Истребитель это уже не класс, который играет на ботов. Поэтому я думаю, что здесь будет чисто расчет на себя. На ботов он особо сейвить не будет. Потому что сама фишка Истребителя в том, что ты можешь получать инвиз. Истребитель вообще даже в команде, он не командный игрок. За счет вот этого инвиза он постоянно перенаправляет зомби на своих союзников. И здесь боты будут терпеть просто по КД. Но я думаю, что весь вопрос по большей части стоит в том, хватит ли урона для того, чтобы как-то это без проблем задефить. То есть здесь надо на какая-то пушечка с хорошим пробивом, желательно какой-то буллпап или что-то такое, на чем ты можешь очень быстро убивать зомби. И набивать вот этот инвиз. Играет он через два РПГ, скорее всего. И я думаю, что... Ну, РПГ это в принципе на победу. То есть если, допустим, там на финальном дефе прокнет РПГ, я думаю, это будет вообще без проблем. Потому что фактически за одной РПГ ты убиваешь фактически всю волну, которая там прибежала и прилипла на ворота. Саня все обыскивает. И сейчас посмотрим, чем это все в принципе и закончится. Играет он через коктейль, обратите внимание. То есть он планирует наставить достаточно много дефа для того, чтобы вот это все как-то без проблем пройти. Потому что, ну, если не идет расчет на ботов, значит надо рассчитывать на деф. Есть ящик, скорее всего, аптечка. Да, все по дефолту. Потому что хэви есть, все есть, а аптечки в команде нет. Отлично. Ну, здесь в принципе под запороть что-то это суперсложно. Для какого-то опытного игрока это вообще не проблема. Пройти вот эту часть. То же самое с автобусом. Автобус, что первая волна, что сам автобус довезти, ну, можно абсолютно на любом классе без каких-либо проблем. Проблемы на самом деле начинаются потом. Ух ты. Неплохо. Он, судя по всему, играет через откат коктейлей, то есть за 15 убийств. Потому что, в принципе, я не знаю, если бы я играл соло на техноре, ой, на, извиняюсь, истребителе, я бы играл, наверное, продолжительность коктейля Молотова, но для того, чтобы хотя бы какой-то, какой-то один маршрут перекрыть. Чтобы зомби загорались на максимально долго, ну и когда они к тебе уже приходили, чтобы они уже, в принципе, догорали. Он не нашел до сих пор пробивной. Саня, надо чекнуть вверх. Я что-то не обратил внимания, он смотрел вообще. Он не смотрел, по-моему, наверх. Стреляет очередями. Все неплохо. У автобуса уже начинаются проблемы, но, в принципе, все, все неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо, что прокнула автобус ураль. Это реально поможет. В любом случае, на первом дефе ее ставить нет смысла. Есть Таран и Токсик. Уже набил инвиз. На Таран бежит, понятное дело, на флотов. Отлично. Ну, но у него достаточно хорошее оружие для того, чтобы это проходить. Ну, я бы на его месте подшипал губочки. Там, должно быть, губочки, по-любому. И вот этих ребят на дефе. Дефить попроще можно. Есть девайс. В любом случае, у него максимум. Да, вот он видит, что есть девайс. Что можно там просто-напросто неплохо зажарить зомби. Но стрелять туда не смысла. Не пробнулась оружие. Не пробнулась оружие. Есть авто турельки. Можно попробовать, в принципе, их поставить. Ну, одну уж точно. Вторую унести с собой. Байте тарану на себя. И на второй. Очень неплохо он сходил. Ну, в любом случае, что... Очень не прокнуло, что поджег огонь. Берет сетку. Ну, я бы начал с авто турели, потому что, насколько мне известно, шанс первый раз, когда ты ставишь, он идет увеличен. То есть, вот на первый деф, когда вы ставите, друзья, есть вероятность, что он прокнет. Именно поэтому первый раз, вот именно первая установка дефа, это должен быть какой-то, ну, нормальный деф. Который вам поможет как-то это пройти. Потому что, если он прокнет, то будет очень неплохо. Не поставил он пулемет. Я думаю, что ставить он его и не будет, потому что, ну, в этом нет смысла. Но можно увеличить шанс. В любом случае, уже прокнуло. Я думаю, Саня поспешил, мне кажется. У него, собственно, прокнула сетка. И сейчас он поставил еще два дефа. И по-хорошему надо было бы ставить третий. То есть, поставить пулемет для того, чтобы как раз увеличить шанс потом на прок этой автодурели. Пулемет, напоминаю, кто не помнит, лежал возле контейнера, который взрывается. Видите, регулярно он получает инвиз. Ну, вот так вот, друзья, оно без проблем проходится. Очень неплохо. Видит тарана. Ну, в идеале его надо зажечь. Решает, вот, РПГ-шечку применить. И набежит новая толпа. РПГ-шечки уже нету. Сразу же получил. Еще один коктейль. Все, че один коктейль. Проблема в патронах. Ему надо сейчас бомбера убить ноги. Но он этого не сделал. Потому что нету хэви, нету оружия, нету патрошек. Есть вариант взять калаш. Все правильно. Я что-то не обратил внимания, что там калаш лежал. Очень уверенно он это все сделал. Конечно, не особо пробнуло то, что нету хэви. Но я думаю, что найдет он еще РПГ. Если даже не найдет, то какое-то другое возьмет. Там тоже можно надевать без проблем. Отлично, если он. Потому что с белого текла у нас сейчас зашел. Ну, этот вообще уже нестеснительный какой-то. Там уже вообще подбежал. Отлично издевать. Обратите внимание, друзья, что он сделал. То есть, вот эти зомби, которые бежали за ним. Он побежал. Оббежал автобус для того, чтобы скинуть этих зомби. Для того, чтобы они просто прилипли на автобус. Ну, вот в каких-то таких моментах, на самом деле, скиллы проявляются. То есть, потому что, ну, многие бы просто стояли АФК, пытались бы убить этих зомби. И все, и получили бы урон. Он сделал супер все по-умному. Все супер все грамотно. Появляются боты, все уже неплохо. Есть аптечка. И обратите внимание, друзья, ботов он не лечит. Потому что он понимает, что боты в любом случае здесь умрут. Здесь тупо игра на себя. Сейчас пополнит еще... Еще один коктейльчик. Но я б не открывал на его месте. Но патронов мало, поэтому... Коктейлюшка. Боты, кстати, очень неплохо справляются с крысами. Я не знаю, с чем это связано. Ой-ой-ой-ой. То есть, вот на таких моментах я умираю. Ну, я надеюсь, бот успеет. Бот успевает. Бот все хорошо. Есть аптечка, поэтому все в норме. Саня решает не испытывать судьбу, а просто втопить вперед к чекпоинту. В идеале еще надо полечиться. Потому что эти ребята могут сейчас выйти в лицо. И вот отсюда. Да. Я вижу мины. Есть мины. Что не очень прикольно. Он обезвреживает. И сейчас... Отлично. Есть коктейль. Уже нет смысла туда стрелять. Они сгорят. Коктейль у него, судя по всему, усиленный. Убивает ботов, чтобы полечить. Все. Можно спрыгивать, ставить сразу автотурель. Обратите внимание, ему не прокнуло ни разу. Побежал сразу брать пушку. Не очень хорошее оружие для технаря, потому что... Ой, для истребителя. Я не знаю, почему я называю все время истребителя этих нырем. Ну, непонятно пока, где он будет стоять, но... Надо на максимум автотурале поставить. Есть РПГ. Саня, что, не увидел РПГ? Он реально не увидел РПГ? А сейчас должна прокнуть сетка. Да, прокнулась сетка. Ну, это было очевидно, на самом деле. Но ему, мне кажется, здесь больше помогла бы автотураль. Увидел РПГ. Отлично. Я уже, на самом деле, начал переживать то, что у него не будет РПГшки. Есть там ПП. С одной стороны ПП это прикольно, с другой не очень. Если стоять где-то сбоку стрелять, это прикольно. Но я не знаю, где он планирует дефить. Вроде как у него все уже. Есть минимальный запас. Нет, да. Есть... Там антиматериальное. Ну, сейчас будет все самое интересное, друзья. Садить его за пулемет, чтобы не проходить все патроны. Так же не забывайте то, что у истребителя еще все сетки, все живет намного больше. Все автотурали, абсолютно весь деф более эффективен. И начинает он получать инвиз. Становится на сетку, для того, чтобы его не напрягали зомби во время КД инвиза. Очень много урона у него. Есть хороший пробив у Скара. Поэтому очень быстро он убивает зомби. И он начинает... Стреливать этих ребят. Смортирки. Опять же становится на сетку. Ну, очень, очень, очень все четко он делает. Прям вообще. Скорее всего, ящика не хватит. Сейчас надо накинуть коктейлюшку. Навдаль. Маленькая волна будет еще плюсом на волна зомби. Набора кофер. Понимает, что потерял время. Что надо, собственно, давать РПГ. Но на вопрос, почему он не кинул коктейль Молотова. Вот. Вот это надо было сделать сразу. И вот эти пиздюки бы не прибежали. Отлично. Отлично. сейчас еще но будет еще 4 да они опять прибегут на анти ворота пытаются по максимуму реализовать все что у них есть все что у него есть в плане мортир и пулеметов и так далее очень все неплохо отлично вес инвиз но обратите внимание вот и все равно живут нам на будет еще одна волна нет на самом деле мне показалось то что там была небольшая волна на вторых воротах поэтому это может быть собственно вот такое прохождение очень по скилловому очень красивая я думаю это достойно лайка друзья подписывайтесь ставьте лайк жмите колокольчик присылайте ваше видео всем пока и и и и и и и